Тематическая неделя «Время быть здоровым» в Иванове завершается. В пятницу в честь Всемирного дня здоровья в медучреждениях города и области прошел прием пациентов главными врачами. Третья – городская больница, не исключение. Хотя обычно у меня прием проходит в среду с 10 до 12, но мы, учитывая такое значимое мероприятие, решили сделать еще второй день, для того, чтобы главный врач был более доступен для населения. В больнице, я хочу сказать, наша больница большая. Вопросы, с которыми приходят пациенты, в основном организационного характера. Например, этому мужчине срочно требовалось сделать рентген и уже с результатом отправиться на консультацию к специалисту до полудня. Пришел сюда для того, чтобы пройти рентген, который меня просили, значит, пройти перед тем, как просветить консультацию. На рентген уже очередь до половины третьего. Поэтому для того, чтобы сэкономить время, а тем более я, значит, уезжаю, я решил обратиться к главному врачу по поводу того, чтобы мне сделали рентген не в поликлинике, а в стационаре. Проблема была решена в считанные минуты. В течение этой недели во всех поликлиниках региона организованы профилактические доврачебные приемы. Медики проводили уроки здоровья, раздавали памятки и буклеты о правильном питании. Кроме этого, почти в каждой больнице ненадолго появились вот такие специально оборудованные уголки. Здесь можно измерить давление и получить рекомендации специалистов. Я думаю, что пациенты обратили внимание на то, что все-таки гораздо приятнее вести здоровый образ жизни и заниматься профилактикой заболеваний, что это гораздо дешевле не только для государства, но и для их кошелька. Ну и просто обратили на свое здоровье внимание. Узнать о состоянии своего здоровья смогли жители всех районов области, даже отдаленных. Туда приезжали специалисты со спецоборудованием. Например, 67 жителей деревни Куликово смогли пройти обследование на передвижном флюорографе. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.